Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Ай! Эволюция, о которой мечтали все рабочие и христиане, сверхсилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Своё мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать! Не высказать! Добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете радио «Народная волна». Что это было? Это «Происки врагов». На частоте 1430М 99,1 FM начали нашу трансляцию на Facebook, на нашей страничке «Радио НВС», в YouTube на нашем канале. Тоже называется «Радио НВС». Так что милости просим, если есть желание поучаствовать в программе, всегда пожалуйста. Что ни открой, там «Народная волна». Да, кругом «Народная волна», потому и «Народная». Слушай, вот я смотрю тут, Facebook становится источником информации. Да, кто-то обязательно в ленту что-то бросает. Вот я смотрю в Канзасе, в местные законодательные органы, там три республиканки якобы ранылись. В общем, избрались как три республиканки, как только избрались, сразу раз поменяли партию. К чему бы это интересно? К тому, что я всегда говорил, что нет такой подлости и обмана, на котором пошли демократы ради власти. То есть, будучи демократками, по сути. Вопрос к тебе, вот если они избирались как республиканки, то какой партии теперь они принадлежат, и за кого теперь они будут голосовать, и к какому лагерю они примкнут? Они перешли в партию демократов. После выборов. После выборов, да. Молодцы. Слушай, хорошая уловка, между прочим. Как только избрались, сразу тут же объявили, что они... Между прочим, надо взять на вооружение и тем же республиканцам сделать то же самое. Ну, республиканцы не могут. Республиканцы не могут так врать, как демократы. Не могут они прикидываться демократами, чтобы избраться, а потом перейти в республиканскую партию. Есть такая поговорка. Хотя, в принципе, иногда люди меняют партию, но это просто непостижимо. Только-только избрались, сразу раз. Ну, мне кажется, Дональд Трамп тоже поменял свое время. Нет, меняют люди партию. Но он же поменял не... Смотри, он же не избирался как демократ, а потом раз перешел в республиканскую партию. Но эти люди специально избирались как республиканцы, потому что они знали, что... Понимаешь, дело даже не в том, что вот кто избирается от демократической партии, что никто из них... То есть не все из них отморожены. То есть не все Акасия, Кортес есть, наверное. Не просто все, а вот в этот раз очень много демократов, которые избрались вот в Сенат, то есть в Палату представителей. Там очень много ветеранов есть и действительно довольно адекватных людей, которые принадлежат демократической партии. Они довольно адекватны, и они смотрят на многие вещи более трезвыми глазами, чем, вот как ты говоришь, вот это вот Кортес и ей подобное. Вот у нас уже подключились слушатели из Израиля. Привет, Израиль. Да, вижу. Привет из Израиля. Давай, что еще? Ну что, ну... А, ну, кстати, говорят, ну вот это я просто бы увидел. Собственно, меня это не удивило, но, как всегда, так сказать, когда вот идут дискуссии, у меня есть один хороший знакомый адвокат, славный человек, но порой мы с ним расходимся во мнениях, он называет себя республиканцем, и он говорит, при чем здесь партия? Нужно смотреть на, так сказать, персоналить, вот что человек из себя представляет. Вот каждая из них, три женщины, каждая из них представлялась республиканкой, что она вот идеи республиканцев разделяет, а вот демократов нет, иначе бы они не баллотировались, как республиканцы. И народ поверил. То есть они лгали избирателям, потому что никак, идеология демократической партии и республиканской, они практически диаметрально противоположны. То есть все-таки, когда мы выбираем, мы смотрим не на то, насколько хороший человек плохой, все-таки, наверное, мы отталкиваемся от того, какой партии принадлежат, это первое. Ты же видишь, ведь голосуют в Конгрессе, что касается демократов, республиканцев нет, среди республиканцев есть вот такие лжереспубликанцы, а что касается демократов, они все голосуют по партийной линии. Неважно. Четко, да. Понимаешь, поэтому, даже если предположить, что человек в принципе, как бы вот персонально он может быть, у него и здравый смысл присутствует, хоть местами, как только он попадает в эту обойму, ему объясняют. Слышь, брат, сиди тихо, на попе ровно. Как только ты будешь голосовать не с нами, считай, что... И меня в качестве примера, ты помнишь, когда в 10-м году принимался Обама Керр, несколько демократов в Конгрессе, человек в 7, по-моему, я сейчас точно не помню, врать не буду, но несколько демократов в Конгрессе проголосовали против. Да, бывает такое. Их имена уже забыли, все, их нету, отсутствует. Сорвалось. Кто-то пытался дозвониться. Может быть, нужно сделать поправку в Конституции, что если ты баллотировался в Сенат как смен, значит, все, никаких изменений, окраски, ты должен, ты обязан быть республиканцем. Ну, поправку в Конституции сделать практически невозможно. Ну, это шутка, конечно, да, это шутка была. Ну, что у нас происходит? Что у нас происходит? У нас по-прежнему нелегалы убивают американских граждан. Да, к сожалению. Сейчас в Калифорнии застрелили полицейского, причем парень с Фиджи, натурализованный американец, пошел служить в армию, брал дополнительные уроки английского языка с тем, чтобы нормально служить, чтобы понимать там по радио, когда говорят все. Молодой парень. И ублюдок, нелегал, просто его застрелил. Сколько еще нужно убить американцев, чтобы либерасты поняли, что нам своих хватает убийц? Зачем нам еще нелегальной? Давай все-таки попробуем принять звонок. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. С наступающим вас. Спасибо. Вас тоже, спасибо. Сережа, а вы, когда говорите, что демократы бывают нормальные, это вы нас уговариваете или вы себя уговариваете? Ну, просто у меня есть конкретный пример. Примеры, да. Да, но бывает, говорят, в семье не без рода, может быть, там есть несколько человек, а так в основном собирают деньги на строительство, на покупку лестниц, для того, чтобы... Чтобы перелазить через стены. Чтобы перелазить через стены, да. Президенту нашему строить стены, но это цирк, это уже дно достигнуто, и уже, по-моему, они пропили это дно, и конца этому не видно. А по поводу того, что вы говорите, поменять конституцию, если начать с того, чтобы поменять конституцию по поводу количества сроков и лет, проведенных в хаосе, в палате и в конгрессе, так же, как президента, два срока, по четыре года и до свидания. Да, в общем, это правда. Да, об этом уже говорили не один раз, и много лет говорят об этом, но пока что... Это единственное, что каким-то образом расшевелить это болото, иначе... Ну, ну как, ну... Ну, у нас доблестный ястреб Маккейн, сколько лет он там отсидел? Да, а... То есть... И же с ним. Терм кондишн, то есть вы за ограничение срока. А что касается кланов... Ну, это как-то президента мы выбираем на два года, на два срока, по четыре года. Почему все остальные там могут заседать веками? На этом правильно. Ничего не делать. Наверное, в этом есть смысл. Безусловно, конечно. Доблестный Барак Обама, который заседал у нас в Иллинойсе, не приходя ни на одно... Не принимая ни одного решения, не приходя ни на одно заседание. Он тоже тут отсидел, слава богу, много лет. Ничего не делал. Ну, как же... Но, не, неправда. Барак Обама немного лет отсидел. Он только избрался в Сенат... И тут же его... Да, потом сразу ушел... Потом сразу ушел в Сенат США, и там после... Через два года сразу стал... То есть у него такой спринт получился. Ух, пролетел такой фурии. Ты думаешь, пролетел или ему помогли? Конечно, ну, естественно, что как же так? А у нас до тех пор, пока будет эта клановость у нас... Дело в том, что... Сенат руководит, мы будем иметь то, что мы имеем. Есть одна проблема. Естественно, и по поводу вашей Барак Обама... Барак Обама, я извиняю. По поводу этой Хеллскер... Не нашего, извините, не нашего. Да, да, да. Но до тех пор, пока они на себе не испытают счастья от этой программы, конечно, они никогда от него не откажутся. Барак Обама исключил правительство из этой программы. Она действует на всех, кроме них. А вы знаете, какой парадокс? Что супруги Обама возглавили рейтинг восхищения в США. Потому что есть какой-то там институт Гэллопа. И вот, согласно опросу, 19% американцев из мужчин больше всего восхищаются Обамой. Еще 15 опрошенных сказали, что восхищаются его женой. Значит, и второе место занял Дональд Трамп и Опра Уинфри. Вот такая вот тройка. Непонятно все-таки, как ни крути, но почему Обама все-таки настолько популярен? Ведь ничего не сделал практически. Он талантливый оратор. Он умеет красиво читать по телевизору. Он умеет красиво себя вести перед людьми. И только. Ну, поэтому его и любят по правительству тоже. Огромное количество лет провела на телевидении. Ее знает все страна, ее любят все страна. Она популист, она очень сильно популярна. И как бы, наверное, одна из причин, по которой ее люди любят. Призы давал автомобиль, если вы помните. Да, да, да. Правда, потом люди должны были заплатить такие тесты, что этот автомобиль был при цены. Но как бы, это уже не важно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. С Новым годом. Добрый день, пожалуйста, Филин. Здравствуйте. Здравствуйте. Все правильно все говорят, кроме одного, на мой взгляд. Что создали культ Обами и продолжают создавать средства массовой информации. Если 97% средств массовой информации контролируется демократической партией, то что же вы хотите промывать мозги? Сталин когда-то имел почти 100% популярность. Маузедон до сих пор имеет 100% популярность. И все вот такие вот. И Гитлер в свое время был человеком года даже в Америке и так далее. Так что удивляться нечему. Я вот захожу в Джоуэл и смотрю, там целый стенд журналов. Через журнал лицо первой красавицы Мишель Обамы. Вот вам результат. Спасибо. Вы знаете, тем не менее, даже несмотря на то, что Обама возглавил этот список, тем не менее, все-таки его популярность падает. Это можно сказать по тому, как люди раскупают билеты на его лекции. То есть явка на его лекции настолько упала. По-моему, недавно он был в одном из университетов, то ли Техаса, что я говорю, то ли Алабамы, то ли Каролайны. Там пришло всего лишь 700 человек. Из зала, который вмещал, по-моему, что-то 6000. Что касается средств массовой информации и культа личности, есть большая очень статья в Вашингтон-экзаменах Джейн Патрик Грумберг от 4 ноября. Так вот, по поводу средств массовой информации. Вот Байрон Йорк пишет, он ссылается, он приводит цитаты и ссылается на тех или иных журналистов или институты. Согласно Гарварду, университет, 93% высказываний CNN и NBC в отношении Трампа являются отрицательными. 93%. Люди не знают даже четверть реальности. Я думал, что. Такая враждебность, а это открытая война, интенсивность которой трудно себе представить. Это уже не критическое освещение президента, а постоянная конфронтация. А вот всякий раз, когда я говорю, что СМИ имеют до смешного левый уклон, что они своим поведением потеряли половину страны, и что тон освещения президента Дональда Трампа слишком враждебный, у меня такая же реакция. Недоуменное расширение глаз писал Джон Кастов у нас в Чикаго-трибюнт. В интервью 17-го года данном газете New York Times, которое первоначально было запрещено, бывший президент Джимми Картер, и кто сказал, что СМИ слишком жестко относятся к Трампу по сравнению с его предшественниками. Ну и вот, возвращаясь к исследованию Гарварда, опубликованному в мае 17-го года, в первые 100 дней президентства, то есть еще до того, как у него появилось время, чтобы внедрить свою программу, уже 70% статей, опубликованных о Трампе, были отрицательными и достигли на пике 90%. Констатирует Гарвард, кстати. Наиболее динентральные СМИ, такие как Факс Нюкс, были на 52% отрицательными и на 48% положительными, что объясняет, почему он, именно Факс, является новостным каналом номер один в Соединенных Штатах, который левые пытались закрыть. Это тем более важно, что Гарвард очень левый университет, очень прогрессивный. В октябре того же года исследовательский центр Пью пришел к аналогичным выводам. По сравнению с другими недавними президентами, пишет Пью, Пью Ресерч Центр, репортажи о президенте Трампе были больше сосредоточены на его личности, чем на его политике, и скорее всего будут отрицательно оценивать его действия, отмечает Пью. А ты читал критику в адрес Милане по поводу того, какие она одела ботинки? Ну, ну, это, причем они не говорили, что там, какой, про качество, там, про цвет, они говорили, что это уже не в стиле, то есть человек, который одевается, наверное, лучше, чем любая другая первая леди, который человек профессионал. Они уже не знают, за что уцепиться. Просто не знают, за что. То она вышла из Белого дома, пошла в вертолет на каблука, когда они собирались лететь на юг туда, где... В Луизиану. В Луизиану. Хотя они потом не сказали, что она переоделась, и удела уже нормальную область. То есть лево радикальное отрелье вообще с катушек слетело, уже не знает, за что зацепиться, к чему придраться. Да, да, пожалуйста. Вот просят 5 миллиардов. Вы еще понимаете, что такое 5 миллиардов? По сравнению с теми триллионами, которые вот тратятся, это же вообще капля в море. Значит, получается, что проблема заключается не в стене, а в желании демократов просто не позволить ему выполнить свое обещание и одержать победу. Вот и все же. Значит, 5 миллиардов затребовал Трамп на строительство стены. А только в сентябре месяце правительство истратило на фудстемпы 5 миллиардов 160 миллионов долларов. Только на фудстемпы. Опрос общественного мнения, Сенсус-бюро, проведенный опрос, показывает, что 60 от 63 до 70, ну сейчас уже растет, на тот период было 63% нелегальных иммигрантов получают в Велфер в той или иной степени. Конечно, не только Велфер, но и стемпы и медицинское покрытие. Ну, Велфер имеется в виду, Велфер имеется в виду в ту или иную программу. Это нелегальные иммигранты. А если еще они рожают здесь детей, которые становятся сразу автоматически гражданами, так этот процент возрастает еще больше. То есть... Звонок, давайте, пример. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас, звонок. Да, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Вообще-то, если говорить правду, то сам Трамп сказал, что строительство стены будет произведено за счет Мексики. Слова о том, что он будет просить эти деньги у Конгресса или у Американцев, у Налогового Батюшникова не было. Окей. Было такое во время избирательной кампании. Трамп сказал, потом он немножко подправил себя и сказал, что... Тем или иным путем Мексика заплатит за эту стену. Это не значит, что завтра должны принести чек на сумму 5 миллиардов. Я согласен с вами. Если вы сами будете, прежде чем говорить о том, что он просит деньги, объяснять людям, что сначала он говорил одно, потом делает другое. Я голосовал за Трампа. Я им очень доволен, как президентом. Но в то же время я хочу, чтобы, когда вы освещаете его деятельность, освещали все, а не выдержки из того, что вы хотите... Мы учтем ваши пожелания. Единственное, что я хотел сказать, что то, что он обещал и все его изменения в словах, это доступная информация, которую уже знают все, которые уже давно прочитали. Все избирательные кампании он об этом заявлял. То есть обязательно, если мы освещаем сегодняшнее состояние правительства, которое закрыто, мы должны сказать, что... А вот вы помните, а вот во время избирательной кампании Трамп говорил, что он Мексика заплатит. Тогда я вам хочу напомнить, что в 2013 году Чаки Шмаки Шумер, Дики Дюки Дюрбин, Барак Хусейнович Обам и так далее, в 11-м, нет, в 6-м году, когда Хусейн был еще сенатором, они все проголосовали там за колоссальную сумму на безопасность границ, в том числе на фэнсинг. Все голосовали, все выступали. Чак Шумер в 2013 году толкнул речь, Барак Обама толкнул речь на State of the Union и говорил о том, что нелегальная эмиграция, это плохо, этого нельзя допускать, это немыслимо и так далее, и так далее. А на сегодняшний день почему-то, как вы думаете, почему поменялось отношение к этому, к стене? Дело в том, что об этом говорил не только Обама, и Шумер, об этом говорил и Клинтон, об этом говорили все президенты. А что происходит сегодня? Да, во-первых, я хотел сказать, что нам очень тяжело говорить о Трампе и его обещаниях и останавливаться на каждом и довольно подробно, потому что обещаний было довольно много. И на сегодняшний день вы почему-то зациклились на том, что Мексика должна заплатить, а не на том, что стена нужна и что нужно ее построить, и Трамп добивается это своим определенным путем. Как она заплатит? Это, наверное, уже сегодня второй вопрос. Ну, давайте его простим за то, что он не сдержит одно обещание, что заплатит Мексика. Но стена-то нужна, правда? А вот еще, еще пару цифр. Значит, 5,7 миллиарда Трамп попросил, 5 миллиардов попросил, Конгресс принял законопроект, 5,7 миллиарда, Сенат сейчас заморозил это дело. Так вот, в 2018 году на фудстемпы было потрачено 68 миллиардов 493 миллиона долларов. То есть в среднем в месяц 5,7 миллиарда долларов тратится на фудстемпы. То есть вы понимаете, что завтра, если будет стена... А если учесть, что 70% нелегальных иммигрантов, которых у нас, по-моему, живет по некоторым данным 22 миллиона, по некоторым 12 миллионов, ну, будем, возьмем среднюю цифру 20 миллионов, так вот, 70% нелегальных иммигрантов получают welfare, вот и получится, что если мы... Вообще, каждый день, каждый день пограничники принимают где-то две тысячи человек. Сотни, да, сотни. Две тысячи человек каждый день принимают, как бы оформляют их, они требуют убежища и так далее. И ведь если они с детьми, с детьми, то через 20 дней их должны выпустить. Забудь про логику. Это значит, каждый день будет выходить в свет две тысячи вот этих вот самых людей, которые через забор, через барьер, через Рио-Грандо там или как-то. Вот говорят, по логике вещей, вот эта фраза, по логике вещей нужна стена. Да не по логике вещей, просто возьмите ручку, карандаш и посчитайте. Это обычная математика. Вот если закроют стену и не будут этих иммигрантов нелегальных, сколько мы сэкономим денег, вот, не платя вот эти фудстемпы, вот этот welfare. У нас звонок есть, добрый день. У нас есть звонки, у нас есть маленькие. Пожалуйста, оставайтесь на линии, а мы к вам вернемся после перерыва. Возвращаемся в программу Народная трибуна. Ну, телефон, вы знаете, если будут вопросы, были попытки дозвониться до перерыва. Пожалуйста, если есть по-прежнему вопросы, можете перезвонить. Ну, не только вопросы, мнение ваше очень важно нам тоже. Так что звоните, пожалуйста, спойте с нами. Там подключились радиослушатели из Российской Федерации. Алла пишет, не могли бы вы отслеживать историю про женский марш? Интересно, что сдвинется в общественном мнении или им клоу на голове тиши? И еще интересно, как освещают скандал с женским маршем левые СМИ. Значит, что касается женского марша, вы знаете, что лидеры женского марша не скрывают своих антисемитских настроений. В открытую лучший друг у них Луис Фарахан. И, в общем, это уже год длится. И через год стали говорить. Вот я смотрю на Факс Нью Старов приглашают. И она говорит, что да, женский марш это здорово, это хорошо. В Чикаго отменили. Отменили 19 числа. Ведено ряда марш, поскольку это действительно уму непостижимо. Так вот они говорят, но это ничего, это хорошо, женский марш должен быть, мы будем. В общем, все сводится к тому, что, наверное, Линду Сарсур немножко отодвинут от женского марша. Одно из главных организаторов этого движения, по призыву которой наши тут русскоговорящие вагиноголовые, натянувши розовые шапочки, побежали на этот марш. Причем евреи побежали на марш, организованный антисемитами. Вообще, как это укладывается в голове, когда можно нагло натянуть, ну, кроме как шапочки. Кстати, если ты помнишь, что там некоторые, да, евреи шли с израильским флагом, но это был, по-моему, а, нет, это был марш. Их выдавили. Их выдавили оттуда, да, им сказали. В общем, женский марш такой антисемитский, и они сейчас обыграют это все, что это не марш, это вот только отдельные личности, ну, как обычно. Со мной отдам на звонок, давайте прием. Добрый день. Здравствуйте. 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 Я хотела рассказать, я как-то слышала, не помню, на каком-нибудь консервативном шоу, демократы левеют идею. Я прямо испугалась. Значит, импичнуть Трампа вместе с Пенсом, и тогда президентом будет в Пикерпалаты представителей. Ага, помню. И, мол, этим человеком может быть любой, не обязательно избранный народом, то есть они уберут Пелоси каким-то образом и посадят там того, кого захотят. Может быть, они, я не знаю, может, они Обаму опять собираются посадить, я уже не знаю. Но это вообще, я не знаю, это возможно, могут они какими-то манипуляциями это сделать, потому что эти преступники способны на все, что угодно. Теоретически все возможно, практически, думаю, нет. Я думаю, что политически они этого не смогут. Ну, дай бог. А насчет того, что Трамп обманул, кто будет финансировать стену, ничего он не обманул. Он уже заключил с Мексикой новое соглашение, в результате которого мы намного все выигрываем. И, как говорится, ивеншелы окончательно. Получится так, что Мексика заплатит за стену. Как говорится, цеплят по осени считают. Да, вы абсолютно правы. Так как Трамп и сказал, таким путем или иным, он свое возьмет. Тема импичмента по-прежнему мусорится на СНН среди демократов. И они сейчас рассуждают о том, что вот, в связи с тем, что Трамп выводит войска из Сирии, а республиканцы в Сенате недовольны, и это как бы дает шанс на то, что они проголосуют за импичмент. Вообще, абсурдная ситуация. То есть, не за преступление, а за палоси объявить импичмент. Ведь почему нельзя президенту предъявить претензии по поводу палоси? Потому что, ну, выиграла партия, а они считают, что вот такие палоси внешней политики или внутренней политики предпочтительнее. И получается так, что они обсуждают вопрос. Трамп решил вот внешнюю политику несколько изменить, и за это мы ему объявим импичмент. Дело в том, что... Ты понимаешь, то есть, по поводу, вот по поводу вывода вот этих войск из Сирии, я где-то последние 3-4 дня, я об этом много читал, и вот я хочу поделиться своими мыслями очень интересные вещи. Ну, во-первых, Дональд Трамп сказал, что США не должны играть роль мирового жандарма, и он заявил об этом, когда ездил в Ирак на встречу с военнослужащими. Он прибыл туда с незапланированным визитом, и он сказал, что он не видит необходимости США вмешиваться во все конфликты. Ты знаешь, что вот по поводу незапланированного визита я бы тут с тобой поспорил, потому что... Нет, это так, как говорят СМИ. Да, но я бы поспорил со СМИ, потому что такой визит за один день не решается. Конечно, естественно. Это невозможно. Дело в том, что обычно об этом говорят заранее, что вот президент готовится к поездке. Другое дело, что он держал это в секрете, это другое дело. Я это имел в виду, что... Что спровоцировало NBC тут же начать его, или ABC поливать его грязью, дескать, вот ни один президент еще так не поступал, а этот в течение двух лет ни разу не съездил, не посетил войска. Между прочим, ты помнишь вот это вот моменты, когда военные просили его подписать вот эти шапочки? Да, о чем ты говоришь? Это нарушение всех кодов правил. Это все, наконец, это ужас. И там фотографию где-то он там в Твиттере разместил, рассекретил сил ТИЛ. Ну, в общем, другого-то я от них не ожидаю. Поехал, то есть, не поехал президент, его тут же облили грязью. Поехал президент, его по этому поводу облили. Не извинились, что они, так сказать, фейк-ньюс распространяют. Но теперь уже с этой стороны облили грязью. Сделает Трамп что-то или не сделает что-то, от СМИ ничего другого ожидать не приходится. Ну, вот по поводу вывода войск. Трамп сразу попал под огонь критики, нещадной критики. Причем, как со стороны левых, так и со стороны правых. И его благожелатели, его сторонники, они что-то очень приумокли. Значит, напомню, что США вступило в войну с исламским государством, с ИГИЛ. Еще у нас есть звонок, давайте примем. Добрый день, вы в эфире. Алло. Алло. Ох, меня в партии опять дозвонил. Здравствуйте, все равно годом. Здравствуйте. А вы помните, что вы начали по поводу демократов? Какие они хорошие бывают иногда? Бывает. Иногда. Ключевое слово иногда, что вы сказали в начале передачи, тем, что вы же рассказываете по поводу того, что Трамп подписал хапок к военному, и такую инвалидную тайну к жутку. Это средства массовой информации. По поводу демократов. А средства массовой информации нас кому принадлежало? Да. Конечно. Ну, вот послушайте, я просто приводил пример, моя поездка в Израиль. Вот пример, связанный с моей поездкой в Израиль. Вместе с нами в составе, да, была Ари Каган, с которым я подшучивал все время как над демократом, потому что все, что касается борьбы с оружием, нелегальной эмиграции, это бред абсолютный. Ну, он демократ, и он это разделяет. Но я рассказывал о том, какую он позицию занял на Всемирном Сионистском Конгрессе. И вот в том числе его позиция твердая помогла избежать антиизраильских резолюций, выдвинутых представителем объединения реформистских синагог США. Понимаете? У меня такое ощущение, что американские евреи – это самые большие антисемиты после арабов. Примерно да, примерно так. Да, что вы думаете? Примерно так, к сожалению. Уже хуже, хуже пусть не очень. Примерно так, к сожалению. Так что вот я это имел в виду. А что касается внутренней политики, мы с ним никогда, так сказать, общих точек не нашли ни разу. А, кстати, по поводу денег, которые Трамп попросил на стену, если вот этим вот вакиноголовым объяснить, что то количество денег, которые ежегодно тратятся на врачей, на бесплатных лаеров, которые все на юртах тут всем доказывают, какие они белые пушистые, на охрану тюрем. И они, нас же эти лаера убеждают, что... Что они все-таки белые пушистые. И они нам ничего не стоят. Количество американских граждан, которые погибли от рук этих подонков нелегальных, а стоимость человеческой жизни, в данной ситуации американской человеческой жизни, оценивается в долларах США, тогда, может быть, надо перестать платить за то, что нас убивают, может быть, действительно, это, что она оградит. И тогда все остальные расходы уйдут на нет. Они сведутся к нулю. Во-первых, она оградит от убийств. Во-вторых, она... От наркотиков. В чисто экономическом плане, вот мы уже упомянули, сколько средств будет сэкономлено на выплату вот разных пособий и сервисов вот этим нелегалам. Понимаешь, вот... Кстати, я извиняюсь, Олег, я перебью, Сергей. Да-да, конечно. Но Мексика имеет на юге своей страны такую же точно красивую стеночку, которую, кстати, они сами построили. И эта стеночка их активно защищает с южных границ, и они абсолютно нормально к этому относятся. Вы знаете, что... И нелегальный переход границы может привести к тюремному заключению сроком до 10 лет. Вы знаете, что в Мексике построено? А тут они открыли коридор и сказали, ребята, сколько вас там, 14 тысяч человек? Проходите по нашей территории, мы отвернемся. Вы знаете, что... Мы вообще не при делах. Вы знаете, что стена, построенная вот в Израиле, она работает на 99%. Это статистика. Более того, что... Ну, кстати, там сейчас был случай, когда в какой-то стене оставили дырку, и через эту дырку пробрался террорист, который убил солдата. То есть, вы понимаете, одна дырка, и уже чья-то жизнь стоила. А если нет стены... А стены, между прочим, стоят более чем в 30 странах мира. И ничего в этом нету. Да, это статистика. И никаких скандалов, и никаких... Ну, опять же, мы говорим, что тут же дело не в стене. Дело в том, что демократы просто не могут себе даже представить возможность, что Трамп выполнит еще одно свое обещание. Это главная причина. Я думаю, даже не в этом. Я думаю, что у них осталась единственная возможность получить голоса избирателей, если привезти этих избирателей извне. Ну, это долго. Уже, наверное, голосовать не будет никто. Я думаю, что, с другой стороны, как это не кощунственно звучит, но вот эти убийства, которые будут продолжаться, а я уверен, что они будут продолжаться, может, когда-нибудь все-таки до них дойдет. Как Сергей сказал абсолютно правильно. Сколько нужно еще жизней человеческих, чтобы действительно до кого-то дошло. Да, и вы тоже правы, что, наверное, и не дойдет до них, потому что тут дело принципа. Они живут в своем мире, Олег. Они живут в своей стране, в своем мире, в своем окружении. До них никогда это не дойдет, потому что точно так же, как с Обама Керой, до них никогда не дойдет. Точно так же и здесь. Никогда. Они этого не чувствуют, они этого не видят, они этого не понимают. Их это не интересует. Цель у них другая, быть в правительстве. Кстати, с Обама Керой, где-то я информацию видел, по моему 4 миллиарда лишних переплатили на субсидии ну как бы незаконные субсидии были влиты в обама кер люди которые были на ты вы джипл 4 миллиарда долларов наших кровных заработанных денег одобренных у нас еще пару человек вот тебе 5 миллиардов на стену 4 миллиарда долларов да спасибо большое с наступающим да так вот возвращаясь к сирии вообще как создался игил наверное там не наверное а уже все это об этом говорят что это благодаря бездарной внешней политики которую проводил обама ну и между прочим буш тоже в этом приложил участие и вот благодаря этому вылез наружу вот этот весь агрессивный исламизм который еще управлялся не забывайте что очень много бывших выпускников школ кгб ссср было в руководстве игила вот но и не знаю насколько россия там приложила свою руку помощи создания но об этом тоже поговаривает да так вот ввод наших войск в сирию он стал завершающим этапом по уничтожению этого игила и когда игил был уничтожен то трамп сказал что больше нам там делать нечего если это не значит что там не остались какие-то еще исламские террористы я уверен что они там есть но как говорится самого самой организации игил как такового уже нет и в принципе он выполняет еще одно свое предвыборное обещание вывести эти войска из сирии во первых это правильный шаг с точки зрения сохранения жизни солдат во вторых все-таки тратится деньги на сбережение на амуницию на что-то мы тратим 50 долларов в год по 50 миллиардов миллиардов в год на военные действия в афганистане и вот всегда так вот вот говорят что ну во первых израиль выразил свое не не удовольствие не израиль а некоторые политические деятели и очень многие говорят что это очень плохо для израиля на самом деле давайте подумаем что в принципе две тысячи человек которые были в этом регионе они никакого влияния особого на обстановку на ближнем востоке не делают и случае не дай бог если действительно что-то случится и израиль будет тянет тянут какую-то войну то там будут уже ну приведут уже не две тысячи человек а гораздо больше это уже будет совершенно другой конфликт а вот теперь говорили о том что это на руку путину это на руку россии что россия теперь будет доминировать и силе окажется под пятой вот и после ухода американцев теперь на самом деле россии придется хорошенько почувствовать на себе что значит находиться между двумя огнями между суннитами между шиитами а не забывайте что там еще есть курды которые кстати тоже очень надеялись на то что трамп поможет им построить кузское государство но это трамп этого не обещал это обещали их командиры генералы трампу абсолютно это не надо ему не нужно создавать какой-то курдистан и вырывать его как бы из территории всех этих саудовских аравий и прочих государств кроме того турция эрдоган не забывайте что шаг трампа сразу сопроводился покупкой эрдоганом там большого количества оружия не у не у путина а именно ушах вот эти вот ракетных комплексов то есть путин надеялся на то что все-таки он как-то договориться с эрдоганом как то он все-таки придет каким-то общим знаменателем и этого не случилось и вот эти 2000 американцев то есть есть они или нет стратегическая ситуация для шаг была действительно плохой из-под контроля вот вышло черное море вот потом там была проблема вот с этой турции поэтому в принципе в этом плане как с точки зрения россии это не совсем хорошо то есть путин на самом деле путин сказал что трамп сделал очень важный шаг что он очень правильно сделал на самом деле наверное он его проклинает и думать что что сделал кроме того не забывайте что еще есть китай который а до афганистан значит если ты помнишь когда ввели войска в иран в афганистан то даже сегодня все говорят чтобы была большая ошибка буша что начали там искать вот этих всех исламистов и сторонникам бен ландона и всегда что нужно было туда заслать несколько ракет взорвать все к чертовой матери вот это все когда они попрят попрятались в этих пещерах и свои этим же они бы дали урок для тех же исламистов которые как говорится боясь бы пикнуть даже то есть на будущее это было бы одну мы не могли этого сделать как же у нас же есть гуманисты наши союзники у нас есть либералы как же так мы будем стрелять ракетами по людям на самом деле конечно вывив войска из афганистана мы опять тем же оставим россию с этим афганистаном пусть они разбираются с тем что они когда-то там сделали в одну еще есть китай который тоже у них свои интересы там на ближнем востоке оказывается вот поэтому вывод из войск из сирии на самом деле это не только политический шаг это еще экономически какой-то но вы не забывайте что трамп он же все-таки бизнесмен вот и конечно он смотрит на то сколько стоят нам эти войны и в принципе об этом говорили те же демократы при обами когда когда войска ввел буш и демократы его ругали и говорили что вот сколько нам это стоит но тем не менее никто войска не вывел и как мы тратили там миллиарды триллионы так мы продолжали тратить у нас мы должны прерваться на рекламу да сереже еще есть пару минут но на самом деле минута времени и мы должны будем остановиться ну вот еще говорят что трамп предал своих союзников что да на самом деле там же войска коалиции то остались вот и трамп предал своих союзников европейцев и они очень боятся сейчас что путин сделает в отмеску европе сделай то чтобы оттуда еще больше побежало людей беженцев европу ведь его же то обвиняет вот в этом нашествии все вот так что они надеялись что трамп создаст это курское государство перекроет карту европы что трамп с эрдоганом не договориться вышло все как раз наоборот вот поэтому там на самом деле очень много вещей задействовано в сирии и когда вы слышите что трамп выводит войска а как зачем такая сволочь он бросил курдов на произвол судьбы ну ребята мы можем помогать курдам оружие мы можем помогать там не не знаю продуктами но почему американские солдаты должны воевать и тратить свои жизни терять свои жизни ради того чтобы построить какое-то государство мы продолжим буквально через несколько минут продолжаем наш разговор давай на приеме звонок да конечно здравствуйте алло добрый день здравствуйте я просто хотел не согласен с анатолием он сказал что эти две тысячи погоды не играли там маленький пример то дело не в этом дело в американском государстве сша как стороны самой могущественной и так далее я маленький пример да наступление войск в грузии россии буш послал там пару сотен инструкторов и они остановились там 19 километрах от билиси вы что думаете путин не хотел свергнуть шевернадзе шевернадзе просто американские как говорится инструкторы были это раз а то что россия будет разбираться с сунитами шиитами ребята их авиация это не американская авиация которая при обаме как нью-йорк-таймс я помню писал что 80 процентов вылетов возвращались с боезапасом так как боялись не дай бог пор которую начнет против них действия что там гражданских бомбили россия бомбит всех подряд и разбираться не будет окей спасибо 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 но я не но я не анатолий я олег да она по поводу этих двух тысяч ведь дело жене я не знаю какая какая связь между грузии и этими двумя ну в том смысле что вот эти 2000 нашего контингента останавливают кого-то от того чтобы предпринять какие-то активные действия также как в свое время восстановила россия я согласен с этим абсолютно если действительно есть необходимость но поскольку это не ходит необходимость отпала игилка государства как такового больше не существует тут трамп решил все таки во первых ну выполнить свое опять же обещание вот базируя значим что он сэкономить сэкономит довольно много денег потому что как сергей сказал 50 миллиардов тратится на все эти войны и все-таки сохранит жизнь солдат наш давай привезли да добрый день добрый день я могу говорить конечно здравствуйте да 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 мы слушаем да вот насчет того что таро говорит про этих два тысячи солдат он прав и 100 процентов прав правда в среду когда алексей говорил что мол якобы создастся там вакуум и иран россия все кинуть туда я ночью плохо скажу и правда я не то ли я ли я ли это войны и эти шуицы суме ты курды они дрались драться будут по жизни насколько больших ватт восток поэтому вакуум бесконечный постоянно если мы пунктом находиться чтобы не было вакуума это не должно быть пора закончить генерал один не помню или буквально вчера выступал и говорил не только хрипший голос и говорил 17 лет войны хватит уже нельзя они могут брали этих айси с ирака и а в афганистане в этом был в сирии есть почти уничтожили главных лиц вот поэтому они между собой раздерутся это никого не волнуйте не дожидановать спасибо большое солдаты зря не должны хотеться даже гибнуть нашим спасибо только хочу поправить со мной сегодня в студии олег патлок анатолия сегодня нет да тольки тольки если ты нас слушаешь то есть я по твоим именем сейчас могу могу говорить все что угодно ты на меня дорогой потом не обижаюсь здравствуйте вы знаете что я сначала была конечно ужасно против этого вывода но потом подумал если будет острой необходимость их можно быстро вести 2000 человек вводили 30 тысяч быстро когда нужно было кувейт освобождать безусловно поэтому я поняла что трампу самое главное сейчас выполнить обещание причем если будет обвиняли что он так сказать пустослов если будет действительно серьезный конфликт эти войска находятся настолько близко от ближнего востока в европе итальянская база там в ираке ну дороге наша база до в ираке значит туда войска будут переброшены моментально но вот я об этом уже говорила о всех вот этих вот плюсах вывода этого вот между прочим с этим с несогласием вывода войск и подал во вставку министр обороны и вот опять же я слышу старого рентам там несколько так сказать противоречия уже перечислил но из них было вот то что он вернее основным даже что во-первых он был против того что мы вышли из этой сделки с ираном он поддерживал эту сделку сделку во вторых он был против того что мы посольство переносим в иерусалим в третьих он был против того чтобы наши войска были задействованы в стычках с иранскими силами тогда на общем там целый ряд противоречий то есть здесь я в этом рассматриваю тоже еще и дело в карьере и в давно как говорится построенных планов планах которые вдруг трамп рушит вот потому что как ни крути а минобороны это такая же бюрокритическая организация наверно какие fbi вот то есть не может точно так же во всяком случае при обаме всем всеми боевыми действиями кого бомбить кого не бомбить принимали решение не военные но вот принимали решение лаера короли шагат в белом доме что и аналитик вот и вот это вот бомбить можно вот это бомбить нельзя вот тут мы этим руки свяжем тут они будут искать вот стрелять очередями не более трех патронов то есть rules of engagement так называемый как говорили военные это нас заставляют воевать со связанными сзади руками проблема поэтому при обаме айсис процветал расширялся углублялся все что хотите проблема в том что личные интересы демократы ставят на первое место и им плевать на интересы страны вот это самое страшное лишь бы вот поперек идеям трампа и достижением трампа это правда теперь еще один пытаются раздуть скандал вокруг пограничников умер еще один ребенок в кастаде да кстати это тоже проблема вот одна из проблем которую трамп о ней говорил это болезни это те вирусы которые несут к нам на самом деле да но нас пресса конечно вся взорвалась мало того пилоси обещает требует чтобы генеральный инспектор провел расследование обязательно чуть ли не специального прокурора назначить как это так люди умирают при этом хочу напомнить что во времена правления обама 18 человек в кастаде умерли это никого не возмущало это было в порядке вещей но вот даже министерство обороны извиняюсь министерство внутренней безопасности америки попросили помощи у центра по контролю за заболеваниями чтобы не действительно разобрались в этом вопросе и что 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 нужно сделать в плане фильтрации у нас есть звонок да давайте пример добрый день здравствуйте здравствуйте вы знаете я читала что они привозят собой вот эти вот мигранты так называемые да они привозят собой туберкулез спид но корь красную уху в общем самые страшные заболевания там большой большой список был что было с этой девочкой что было вот с этим вот старым ребенком кто знает может вероятнее всего уже приехал больной ребенок не говоря о том что они путешествуют вот на машинах где-то пешком черное что едят по дороге и все прочее все это все та же политизированной кампании против трампа и больше ничего теперь я хотел сказать вот по поводу вывода из сирии свое время в афганистане когда была война когда был советский союз оккупировал так сказать афганистан америка помогла афганцам так сказать остаться свободной страной и что мы получили взамен благодарность от мусульман мы получили аль каиду мы получили талибан и все остальные прелести не наше же оружие было направлено против них как всегда наш президент трамп гениален и совершенно рационален как всегда поэтому он совершенно правильно сделал что оттуда вывел пускание друг с другом ругает пускание друг друга убивает это только будет на пользу всему миру спасибо ну вот я не один в своих со смертью 2 сейчас опять выпустили в где же где же где же в альпаса по моему в техасе 240 человек выпустили из кастуги потому что они были с детьми держать больше 20 дней нельзя и тут уже общественность либеральная возмутилась как это так выкинули на улицу ни еды ни питья ни жилья слыша чем разговор идет вот я бы я бы представил себе скажем украинцы который нелегально перешел границу его выпустили бы из этой из иммиграционные вот этого из detention центра и он бы возмущался как это так меня выгнали на улицу не дают не дали мне ни денег ни питья жилье не предоставили то есть вот в чем принципиальная разница между вот когда говорят а вот украинцы знаете что при том что украинец перешел нелегальную границу он не ждет что ему дядя сэм дожди работе на работу и пахать так что есть принципиальная разница не то что я приехал тут из гватемалы с кучей детей и дайте мне квартиру дайте мне поесть попить еще вылечите меня и выучите меня и друзья мои так вот я не знаю вообще меня поражает когда неглупые люди иногда адвокаты начинают говорить что нелегальные иммигранты при приносят нашей стране огромную пользу экономическую адвокаты когда говорят мэры городов когда говорят губернатор экономическую пользу они нам приносят поэтому вы помните рама мануэль говорит мы всегда будем сам через сити и это так сказать поэтому мы будем в безопасности в чикаго кстати ты его заявление по поводу вот этих вот карточек айди которые выдавали а вот на christmas weekend 14 человек ранен раненый там 11 11 11 сейчас по поводу айди которые в калифорнии выдают они ужесточили правила раньше если нужно было получить айди и ты должен был предоставить один документ с адресом теперь нужно два нажимать это ужесточение то есть раньше я принес одно письмо сейчас я принесу два письма вот это есть ужесточение ну а как говорит статистика 70 процентов нелегалов пользуются социальными программами которые правительство ведь деньги не зарабатывает она ведь просто отбирает у нас в виде налогов потом бы содержит эту армию а еще за счет того что сокращают программы скажем реально нуждающимся старикам почему нэнси пелоси опять пост заявил о том что главным приоритетом будет вот этого конгресса medicare для всех мне очень понравилось наступление одной из актрис голливуда певицы я не помню как ее зовут что она выступала за то что никаких границ никаких преград никаких заборов и стен все должно быть открыто и показывает ее дом такой вот железная решетка огромные головы и вот чек который поставил этот пост он пишет вот интересно хотелось бы посмотреть как снимут этот ворота и на ее переднем садике он как-то фон ярд нелегалы разорвать палаточный городок и будут жечь костры там совершенно верно нет они они хотят они действительно страдают душой но чтобы вот за счет кого-то чтобы за счет кого-то кто-то вот должен позаботиться то есть а кто средний класс вот те кто работают вот у них взять налоги и нелегалов зато это обеспечит им я вообще я бы я понимаю политиков я понимаю демократов потому что идеи которые они проповедуют это неомарксистские идеи к которые показали свою несостоятельность и американцы которые живут которые работают которые платят налоги в большинстве своем за исключением миллиардеров вот таких действительно богатых богатых так вот но американцы это этих идей не понимает и не воспринимают в большинстве своем потому что ну неправильно это все так вот они рассчитывают на то что с годами вот сейчас чем больше нелегалов они сюда запустят а потом рано или поздно поговорить это же бесчеловечно мы относимся к ним как как людям второго класса мы должны о них заботиться мы должны им дать гражданство чтобы они вышли из тени чтобы они платили налоги ну в общем вся эта лабуда все эти присказки и вот они таким образом хотят расширить свою электоральную базу это все на что они рассчитывают потому что не с чем больше идти ну и еще раз говорю но и максистские идеи они массами не обладевают но в школах университетах пробывают мозги потом все-таки какая-то часть студентов когда начинают работать получают чеки и начинают думать да нет что то тут не так как то все не неправильно заводит семьи когда пишут про эти помощь и промывку мозгов промывку мозгов в университетах и помощь студентам у которых стресс под влиянием но это вообще да это это не сказки у меня и знакомая которая работает вот в north west университет и она рассказывает какие email emails она получала вот которые ходят по университету вот этот общий mail который отправлен всем мы мы должны прервать сожалению мы должны закончить она еще так сказать пока нынче пилоси тут когда правительство должны были закрыть горали кричали о том что вот как там 800 тысяч служащик не будут получать печать и со спокойной душой укатила куда-то подожди но они же то потом получат назад возврат получим-то подруга плана на курорт отдыхать красиво как сила и брать из там все в порядке душа у нее изболелась ей нужно теперь подлечиться все друзья мои спасибо за наступающим новым годом всех благ в новом году мы вернемся к вам вернее доброго